Друзья мои, снова рад вас приветствовать. Дмитрий Патреваев на связи. И у нас сегодня шестой заключительный урок нашего мини-проекта, в котором мы поставим финальный аккорд в выполнении нашего проекта. Мы с вами настроим сегодня материалы, поработаем с текстурами, сделаем настроечку камеры, визуализацию, освещение и выполним финальный рендер, а также выполним небольшую даже постобработку финального материала средствами Houdini. Урок интересный и два предыдущих урока как раз к логическому своему придут в завершении в виде финального проекта, который мы с вами на этом уроке завершим. Поэтому давайте начнем, не терпится вам показать, какие еще есть нюансы и преимущества работы в этой программе. Ну что ж, вот то, на чем мы остановились с вами в прошлый раз. У нас пока есть проанимированная геометрия и больше пока ничего, но мы с вами сейчас внесем некоторые изменения в структуру нашего проекта. Для начала я, наверное, пересохраню наш проект, чтобы он соответствовал отдельному файлу, в котором у нас будет прогресс за текущий урок. Ну и начнем мы, друзья, с того, что нам нужно поговорить относительно UV координат. Мы в будущем планируем присваивать материалы, в которых будут использоваться текстуры и для того, чтобы программа понимала, каким образом на трехмерную поверхность, которая может быть непростой, иметь сложную форму, каким образом на нее разместить текстуру, нам нужно создать UV координаты. Начнем мы с вами с оператора Ground. Это, пожалуй, самый простой момент. Чтобы нам ничего не мешало, я вот здесь воспользуюсь функцией Hide Other Object. Когда мы находимся на нижнем уровне, все остальные объекты, которые находятся на других уровнях, в других контейнерах геометрии, не отображаются. У нас с вами есть финальный результат нашей работы. Однако, текстурные координаты, UV координаты, я буду присваивать вот на этом этапе, когда у нас наша геометрия была плоской. Так будет проще всего. Итак, я для этих целей сделаю несколько вещей. Первое. Немножечко подвину оператор Grid, который создает сетку. И создаем первый оператор, который мне в этом поможет. Оператор... Начну набирать надпись UV. Тогда откроются как бы быстрые поиски. Тут будет целая серия операторов, которые занимаются созданием UV координат или же их обработкой. И воспользуюсь, например, таким оператором, как UV Project. Продемонстрируем вам его. Подключу его сразу в Network. Поставлю на него видимость. Пока в окне проекции я ничего не вижу. Для того, чтобы увидеть, какой результат работы у меня с UV координатами, мне нужно переключиться на UV вид. Для этого вот здесь в менюшечке перспективы в категории Set View мы можем переключиться на UV Viewport или же нажать пробел 5 на клавиатуре. Тогда мы с вами переключимся на этот вид. У нас есть вот наш первый текстурный квадрат. И видно, что наша UV... сетка нашей UV координаты нашего объекта сейчас растянулись таким образом, чтобы вместиться в пределы этой сетки. С одной стороны это хорошо, вроде бы как, но с другой это создаст немножечко растянутую текстуру, потому что наша геометрия, давайте я через пробел 1 вернусь сюда, она у нас, как видите, вытянутая. В Houdini есть один удобный способ визуализировать, как выглядит текстура на поверхности, благодаря вот такому оператору, который называется UV QuickShade. Этот оператор содержит в себе уже встроенный материал с текстурой, с чекер текстурой сетки, поэтому я отдельно сделаю веточку, видите, я его в общий нетверк не подключаю и поставлю на него видимость. Тогда мы сразу увидим, как наша текстура будет выглядеть на объекте. В нашем случае она довольно-таки сильно растянутая, это потому что на виде вот здесь сама геометрия сжата, то есть здесь она умещается в квадрат, хотя на самом деле она имеет форму прямоугольную, поэтому нам нужно сделать небольшие изменения. Я вам покажу еще один оператор для манипуляции этими данными, UV координатами, оператор UV Transform. Этот оператор позволяет трансформировать UV в целом, глобально, поэтому сейчас я переключу видимость на него. наверное переключимся по пробелу 5 сюда в наш UV вид, здесь мы увидим наш UV Transform, оператор вот его настроечки и здесь мы с вами можем выполнять манипуляцию используя знакомые нам уже поля, вот или же пользуясь манипулятором. Разница в принципе не велика, смысл один и тот же и мы с вами можем здесь вот вытянуть нашу сетку, она где-то приблизительно, нет наверное 4, она у нас не такая большая. Чтобы посмотреть получившийся результат, мы вернемся на 3D вид и не забываем, что сейчас UV QuickShade у нас показывает результат работы сразу после UV Project, а не после UV Transform, поэтому нам нужно его переподключить на веточку ниже, тогда мы сразу увидим подходящий результат. И вот по размеру этого квадрата, поняв вытянутый он или наоборот слишком стянутый, мы лучше можем понять, какие манипуляции нам нужно сделать здесь, в этом вот параметре Scale, мы можем щелкнуть здесь средней кнопкой мышки, выбрать градацию по 10, не спеша немного его прокручивать, посмотреть какой вариант нам будет более подходящим. Наверное, вот 3 даже даст лучший результат, видно, что квадраты стали квадратами, цифры и буквы не растянуты. Вот это тот вариант, который нам как раз и нужен с вами. Отлично, вот мы с вами создали UV развертку для этого объекта, вот как она выглядит у нас в UV пространстве. Наша текстура будет в пределах первого квадрата, дальше она будет дублироваться, но нам в общем-то это не страшно, потому что этот объект, объект фона, он в общем-то не основной у нас, там не сильно будет видно, что идет повторяемость. Тем более текстура, которую мы будем использовать, она является бесшовной текстурой, поэтому она будет идеально замощаться в пределах этой поверхности, проблем никаких не будет. После того, как мы все сделали, не забывайте, что видимость нам нужно вернуть обратно на оператор Out. Дело в том, что для Гудини понимание того, какую геометрию показывать, зависит от того, на какой стоит флаг видимости. Потому что ветки могут быть какие угодно, мы можем и оставить этот UV QuickShade, он нам абсолютно не мешает. Ветка все равно будет просчитываться только в направлении того флага, того оператора, на котором стоит флаг видимости. Поэтому вот на чем мы с вами здесь остановились. Отлично. Давайте перейдем к мячу. С мячом немножечко будет интереснее. Мы, когда с вами создавали мячик... Сейчас, секундочку, пробел G, нажму, чтобы фокус поставить на мяч. Мы, когда создавали с вами мяч, если мы вернемся к этой структуре, то вот здесь, после того, как мы делали Subdivide под разбиение этой поверхности, дальше округление. Вот. Вот на этом этапе как раз может появиться вопрос, как лучше здесь делать UV-развертку. С одной стороны, можно подумать, что делать UV-развертку можно целиком мячу. В принципе, в какой-то степени это тоже будет правильно. Но, с другой стороны, напомню вам, что вот здесь, в этом цикле, мы обрабатываем с вами кусочки, каждый по отдельности. Если я вот видимость поставлю на конечный оператор Forage и включу в его настройках опцию Single Pass, то видно, что он за один проход обрабатывает каждый конкретный квадрат. Так вот, по логике вещей, разумнее было бы, конечно, взять и к этому квадрату применить UV-развертку, чем ко всему мячу. Ведь кусочек маленький, он легко может быть развернут на плоскость, и не будет тогда необходимости делать развертку для всего мяча целиком. А после этого еще и мучиться с тем, как бы эта текстура правильно на нем отображалась. Поэтому внутри этого цикла мы как раз и создадим UV-координаты. Уже после того, как выполнились операторы PolyExtrude, для того, чтобы получить вот эту каемочку, потому что нам хотелось бы, чтобы эта каемка, включу клавишу W, чтобы переключиться на каркасный режим, что эта каемка тоже бы у нас на UV отображалась. Поэтому, соответственно, после PolyExtrude я создаю еще один UV-оператор, который называется UV-Flatten. Вот он. Оператор UV-Flatten занимается тем, что позволяет нам создавать UV-развертку методом барабанного растягивания. Для сложной геометрии он требует указания участков для разделения области, относительно которой он будет выравнивать. Однако, в нашем случае у нас простой кусок, геометрия которого не сшита, то есть он имеет края, и поэтому, соответственно, оператор UV-Flatten легко ее развернет. Если я переключусь на UV-развертку, пробел 5, то мы увидим, как этот кусок у нас развернется. Еще раз. Вот без этого оператора никакой UV-развертки нет. Вот с этим оператором конкретный кусок развернулся. Развернулся правильно. Каемочка, которая у нас была на 3D-геометрии загнутой, здесь она у нас развернулась, и мы получили готовый результат. Отлично. Такая система работает для всех кусков, поэтому, если мы с вами придем, отключим вот этот Single Pass, то в конечном счете мы здесь вот увидим, как бы, такое месивое из кусков, которые друг на дружке лежат. Но если так все оставить, то одна текстура, которая будет применяться, будет на всех кусках. Это не очень интересно. Поэтому мы с вами эти кусочки разложим так, чтобы каждый находился на своем UV-пространстве. Для этого тоже у нас есть UV-оператор, который называется UV-Layout. Оператор UV-Layout занимается автоматическим расположением кусков по геометрии. Я сейчас переключу видимость на него. Как только я подключил его к нетворку, так как каждый кусок уже и так у нас развернут, этот оператор просто позаботился о том, чтобы каждый из них располагался в своем месте UV-сетки и не пересекался один с другим. Вот что мне, в общем-то, и нужно. Поэтому дальше, когда идет дробление, все вот эти процедуры манипуляции, это, в общем-то, не сказывается никак на UV. Она у нас корректно, красиво и нормально отображается. Чтобы это проверить, мы тоже можем создать UV-QuickShade-оператор. Подключить его здесь и посмотреть, как у нас выглядит наше UV. На черных квадратах не очень хорошо видно, потому что черный цвет перекрывает текстуру. Однако, если хотите, вы можете временно убрать. Цвет – это всего лишь атрибут. Помните, мы говорили о том, что на уровне полигонов, если вот переключиться на Geometry Spreadsheet, на уровне полигонов есть такой атрибут с названием CD, который задает цвет. Некоторые полигоны имеют белый цвет, некоторые – черный. Поэтому мы, в общем-то, не видим нужного результата. Поэтому, если нам это не нужно, мы хотим все увидеть, мы можем временно воспользоваться оператором, который называется attributeDelete. Оператор, который удаляет ненужные атрибуты. Мы подключаем его в Network и в настройках этого оператора в категории примитивов, тот атрибут, который нам не нужен, мы можем раскрыть список. Он покажет список атрибутов, которые есть. И атрибут Color мы можем удалить. Таким образом, мы удаляем цвет с наших объектов и, соответственно, теперь можем увидеть, что каждый квадрат у нас развернулся. Развернулся красиво, корректно, аккуратно. У нас получилась прекрасная UI-развертка для нашего мячика. Теперь мы можем видимость вернуть на оператор Final, потому что именно он должен давать результат конечный. А эту ветку можем оставить. Она нам абсолютно не мешает. Считаться она все равно у нас не будет. Итак, у нас теперь есть UV-развертка для нашего фона и для нашего мячика. И мы можем с вами заняться дальнейшей работой над нашим проектом. Следующим шагом у нас будет постановка камеры. Потому что в зависимости от того, как у нас будет поставлена камера, мы те или иные вещи будем видеть и нам проще будет понять, как нам корректировать возможно материалы или UV-развертку или положение объектов. Поэтому давайте создадим камеру. У Houdini есть разные способы, как мы можем создавать камеру. Можем создавать ее с нуля, но один из удобных вариантов это создавать камеру под окно проекции. Поэтому я перематываю нашу анимацию на самый конец. Это будет, скажем так, конечный кадр, который мы будем видеть. Ставлю приблизительный ракурс, который, мне кажется, будет подходящим. И теперь, когда я это сделал, я могу создать камеру. Для этого я вот здесь на закладочке Lights and Camera, закладки, которая находится с правой стороны, на моей части интерфейса, которая называется Shelf, да, полка, здесь вот есть у нас камера. И мы можем, соответственно, щелкнуть по этой камере. Причем, если щелкнуть просто, у нас создастся камера произвольная. А если мы щелкаем с клавишей Ctrl, зажатой, делаем левый щелчок мышки, то у нас создается камера. Вот смотрите, у нас сразу произошло отсечение. Создается камера по текущему ракурсу. Если мы сейчас будем манипулировать нашей камерой, то мы увидим, что мы уедем как бы от камеры, да, вот наша камера, а наш перспективный вид мы можем манипулировать отдельно. Однако, если вы хотите манипулировать видом из камеры так же, как и 3D видом, то мы в начале, вот здесь в опции NoCam, переключаемся на камеру 1, на нашу камеру, с которой мы сейчас работаем, и ставим вот такой вот замочек на панель инструментов с правой стороны, Lock Camera. В этом случае камера блокируется, и теперь средства манипуляции и трансформации, которые я выполняю в окне проекции, меняют фактически саму камеру. И вот теперь я выставляю такой ракурс, при котором бы у меня моя геометрия фона не отсекалась. Но при этом не забывайте перематывать анимацию, чтобы увидеть, где у вас начальная точка вашей анимации, а где, соответственно, конечная. То есть наша анимация не должна выходить за пределы кадра, но в то же самое время желательно, чтобы мы не видели никакой обрезки фона, ну иначе тогда создастся не очень красивый эффект. Вот нечто подобное, как сейчас получилось у нас. Когда вы это сделали, можно блокировку эту отключить, и снова можно манипулировать 3D видом спокойно. Вот так вот выглядит камера в 3D виде. Вот здесь у нас есть репрезентация этой камеры в виде узла. Вот она, и выделив его, мы увидим с вами параметры нашей камеры. А когда выделена камера, неважно в Network View или в окне проекции, нажав клавишу Enter, вы увидите средство манипуляции этой камеры. Вы можете перемещать вашу камеру, можете вращать вашу камеру, можете двигать фокусное расстояние этой камеры и так далее и тому подобное. Ну, сейчас я сброшу эти настройки. Мы и так первоначально хорошо расположили нашу камеру. Итак, теперь в нашей сцене есть камера. Отлично, мы можем перейти с вами к разговору о материалах. Давайте создадим материалы. Для хранения материала мы будем использовать специальный контекст, в данном случае глобальный контекст, контекст названия MatMaterial. Сейчас он пустой, потому что ни одного материала мы с вами не создавали. В Houdini есть разные способы создавания материалов. Вы можете создавать их непосредственно по клавише Tab. Но один из таких быстрых и удобных способов, в большинстве случаев прекрасно работающий, это переключиться на закладочку Material Pellet. Это палитра материалов, где есть всего лишь один стандартный материал, с которым работает Houdini, и набор пресетов на основе этого же материала для разных целей и разных задач, которые тоже сразу можно взять, для того, чтобы там уже был создан набор определенных параметров, не нужно было их выставлять с нуля. Но мы сейчас это сделаем с нуля. Чтобы этот материал создать в нашей сцене, с правой стороны нам нужно выбрать, где будет храниться этот материал. Мы сохраняем его в нашем глобальном контексте MatMaterial. Видите, вот он. Тут еще есть другие контексты. контексты Шоп и те контексты, которые соответствуют нашему Uwikwik Shade материалу. Как я говорил, там тоже есть области для хранения материалов, благодаря которым мы и видели текстуры. Но мы сохраним материалы на глобальном контексте. Поэтому я беру с этого прицепая шейдера, левой кнопкой мышки, перетягиваю его в область материалов, и создается как бы этот материал, с которым я могу работать. Один и второй. У меня будет два материала. Один будет использоваться для окружения, второй для меча. Теперь я уже могу вернуться на мой контекст MatMaterial. Нажать пробел G для того, чтобы фокус навести. Я увижу два вот этих материала в виде узлов. Теперь выделив каждый из узлов, я увижу параметры этих материалов и смогу их менять. Но для начала давайте их переименуем, два раза щелкнув по имени. Этот у нас будет называться Ball Material, а этот будет называться у нас Ground Material. У нас также есть разные способы, как мы можем присваивать материалы нашей геометрии. Один из способов заключается в том, что вы можете взять материал или его репрезентацию в виде узла и перетащить левой кнопочкой мышки на геометрию. Как только вы это сделаете, материал автоматически присваивается. Но интересно, где есть информация об этом. Давайте вернемся на контекст Obj и посмотрим на наш контейнер геометрия, который предназначен мечу. У этого контейнера, помимо закладки трансформации, есть закладка render. И на этой закладке есть поле материал, где как раз и прописывается путь к тому материалу, который мы только что присвоили. Видите, глобальный контекст Mat Material и материал с названием Ball Mat. То есть вот тут делается связь с материалом. Как вы понимаете, присваивается таким образом материал всему контейнеру. Это значит, что любая геометрия, которая будет внутри, не важно, там один мяч, два, там мяч и человек, всему будет присвоен один и тот же материал при таком вот способе присваивания. Другой способ присваивания материала заключается в том, что мы можем зайти непосредственно в наш контейнер Ground и вот здесь создать оператор, который такое же носит название Material, что значит материал. И поставить этот материал, подключить его в наш нетворк. Я, как правило, это делаю до финального оператора. И в этом операторе мы можем с вами в поле Material в его настроечках указать путь к тому материалу, который хотим присвоить. Это можно прописывать вручную в виде строчки. Это можно взять, используя вот эту кнопочку, сделать, щелкнув по ней, откроется окошко. В этом окошке можно выбрать наш глобальный контекст материал и найти в списке материала наш материал Ground, земля, и нажать except. Прописывается к нему путь и теперь здесь у нас предназначен материал. Такой способ присваивания дает возможность присваивать отдельные ветки или даже группы, мы будем в будущем говорить о группах. То есть так вы можете, например, персонажу кожи присвоить один материал, одежде присвоить другой материал, амуниции присвоить третий материал с помощью такой вот системы. Итак, мы разными способами присвоили материалы. Теперь мы можем с вами посмотреть, как же все это у нас будет выглядеть. Тут у нас тоже есть несколько способов. Есть способы быстрого превью. Один из них заключается в том, что вот здесь вот с левой стороны на панели инструментов у нас есть вот такая вот опция, она внизу под значком камеры находится. Render Region. Если щелкнуть по ней, то мы можем в окне проекции отрисовать участок и программа этот участок визуализирует. На самом деле процесс визуализации в Houdini, он подразумевает несколько этапов. Нам с вами нужно, первое, создать оператор, который скажет, каким мы рендером будем пользоваться. Раз. Указать его в настройках камеру, с помощью которой будет выполняться рендеринг. То есть требуется ряд определенных процедур. Когда мы делаем такое превью, программа за нас, но скрытым от нас образом, делает набор вот таких вот операторов и сразу дает нам возможность увидеть, какой будет у нас результат. Вот это один из способов. Второй способ заключается в том, да, если потом не нужна эта панелька, ее крестиком в правом верхнем углу можно закрыть. Второй способ немножечко ниже. Есть тоже иконочка, вот такая в виде бобины с кинопленкой. Опция, которая дает возможность также выполнить превью. Щелкнув по ней, у нас открывается так называемый M-Player. Это плеер, в который непосредственно делается визуализация. И здесь тоже, опять-таки, серией для нас заранее созданных операторов выполняется процесс визуализации. Любой из способов рабочий. Мы будем пользоваться иногда как одним, так и вторым. И каждый из них дает вам возможность получить как бы превью того, что у вас происходит. Теперь давайте немножечко настроим материалы наших объектов. Ну, первое, материал нашего окружения. Да, мы даже можем... Для этого давайте зайдем в наш контекст материал. Выберем этот наш ground материал объект. И посмотрим его настройки. Как правило, у материала целая группа закладок, в каждой из которых находятся свои настройки для манипуляций. Первая закладка Surface содержит базовые настройки нашей поверхности. Закладка Opacity – настройки, связанные с позрачностью. Texture задает текстуры для каждого из каналов. Bump and Normals позволяет указывать карту рельефа или карту нормалей. Displacement работает с Displacement. Подробно я рассказывать это не буду. У нас будет отдельный урок, посвященный материалам. Там мы эти вещи все более-менее подробно разберем. Но пока нам нужно сделать следующее. Нам нужно присвоить текстуру. Я к материалам проекта. Ссылочка на этот архив будет в описании к урокам. Я, друзья мои, выложу вам архив, в котором будут все необходимые материалы. В частности, например, в папочке текстуры будут наборы из текстур, которые мы будем использовать в этом проекте. Вот, соответственно, давайте одну из них сейчас используем для нашего ландшафта. Для этого я в материале Ground перехожу на складочку текстуры и в качестве базового цвета в Base Color ставлю галочку. Появляется поле текстура и щелкну вот здесь по кнопке для открытия пути к текстуре. Я, соответственно, укажу мою текстуру текст. И если я не ошибаюсь, кажется, это вторая у нас текстура должна быть. Как только вы это сделаете, вы сразу в окне проекции увидите репрезентацию этого, благодаря тому, что вот тут вот на панели с правой стороны стоит опция. Вот она в виде такого кубика из шашечек, который дает возможность видеть в окне проекции вашу текстуру. Вот таким образом она у нас отобразится. И чтобы понять, как конкретно и лучше все это дело у нас выстроено, мы можем переключиться на вид из камеры. Оставить нашу анимацию где-то, наверное, вот таким образом, чтобы лучше видеть мячик. И, возможно, даже прямо в окне проекции вот некий такой вот кусочек захватим, чтобы посмотреть, как у нас выглядит этот фрагмент, как выглядит материал с нашей поверхностью, с нашей текстурой. Как видите, текстура наша применилась. Наша поверхность имеет небольшое свойство отражения. Видно, что наш мяч немножечко вон отражается в ней, внизу. Если это нужно, прекрасно. Если это не нужно, на закладочке Surface у нас есть вот настроечка Roughness, которая отвечает за спекулятивные свойства нашей поверхности, в частности, за отражение. И этим параметром Roughness мы можем сделать размытое отражение. Значение 0.3 мы можем увеличить, например, там 0.4. И обратите внимание, наше отражение будет видно хуже, оно как бы размывается. Ну, по аналогии, это как бы бетон по задумке, да, поэтому он не должен быть прям таким сильно уж отражающим, таким неким отполированным. Однако, небольшая степень отражения будет интересна. Вот такое свойство, как размытое отражение, очень сильно увеличивает время визуализации. Поэтому тоже с этим имейте в виду, будьте аккуратны. Второй момент, который я хочу, я хочу получить карту рельефа. Поэтому на закладочке Bump Normal я включаю базовый бамп. Тип текстуры из карты нормальной меняю на карту Bump. И путь к текстуре, указываю путь к той же самой текстуре. Пока я не буду ее перенастраивать. В идеале, там, конечно, нужна текстура другого немножечко формата, чтобы рельеф был лучше виден. Но, в принципе, сейчас мне такой вариант, я думаю, вполне подойдет. Я не буду сейчас особо заморачиваться. Это у нас первый проект. Проект больше такой тестовый, нежели какой-то там супер-мега финальный. Поэтому использую просто эту текстуру. И вот есть параметр FX Scale, который задает силу этого бампа. Чем он больше, меньше, тем, соответственно, вы сильнее или слабее его увидите. Сейчас же, после того, как появился бамп, мое размытие практически пропало. Поэтому, возможно, имеет смысл вернуть его к значению предыдущего. Чтобы все-таки немножечко лучше его видеть. Ну, вот как-то вот так. Отлично. Что теперь? Я думаю, что на этом материале мы сделаем остановку. Базовую настройку мы его выполнили. А теперь мы можем с вами перейти к настройке нашего материала мячик. Я выделю его. Теперь я увижу его настройки. Первое, что я сделаю, я изменю его базовый цвет. Как видите, он серый немножечко. Давайте щелкнем по образцу цвета и выберем чуть более светлый цвет. Чтобы он не таким был белым. Хотя он не идеально белый, но, тем не менее, не такой серый, как был. И то же самое на закладочке текстура. Я использую базовую текстуру для него. Это, если я не ошибаюсь, первый объект. Кстати, в поле текстур можно щелкнуть правой кнопкой мышки и поставить опцию Show Image. Тогда у вас появится превью ваших картинок. Это иногда позволяет лучше понять, где и как, какой вариант выбрать. Так, подъедем ближе немножечко в нашей анимации. Отлично. Вот на нашем мяче уже отображается текстура. Видите, благодаря тому, что мы сделали до этого UV-развертку. Давайте теперь сделаем превью. Для того, чтобы посмотреть, как выглядит эта поверхность. И дальше у нас будет возможность немножечко эту поверхность видоизменить. Она сейчас немножко неестественно выглядит. Такой очень крупный блик, как видите, отображается. Поэтому я параметром Roughness ее размою. Вот таким вот образом. И посмотрим, как вариант. Есть еще опция Reflection, отвечающая за отражение. У нее есть опция Metallic. То есть создать поверхность более металлической. И мы можем немножечко увеличить там параметр. Главное тоже с ним не переиграть сильно, потому что у нас мяч как бы не железный. Однако, в принципе, это тоже заставит поверхность больше отражать. И это более интересно ее сделает. И точно так же в моем случае я пользовался картой Bump. Переключил ее на режим Bump. В качестве текстуры указал ту же самую текстуру. Но тут нужно будет посмотреть, чтобы мяч сильно не был искаженным. Такое ощущение, что он выеден чем-то. Сила влияния слишком большая, поэтому давайте ее уменьшим. Она чуть-чуть не должна отображаться, но не безумно. Возможно, где-то вот на таком варианте остановимся. Отлично. Вот у нас есть базовая постановка, базовая настройка материалов. Теперь мы можем с вами перейти к освещению. Материалы и освещение взаимосвязаны. Поэтому после того, как мы делаем с вами одно, не исключено, что приходится вносить корректировки в другую. Я вернусь на уровень Obj, на уровень объектов. И здесь создам еще освещение. Для освещения у нас тоже есть уже готовые наборы, которые мы тоже можем использовать. Это закладочка Lights and Cameras. И здесь есть вот такое освещение, комбинация из освещений. То есть не все здесь кнопочки являются просто командами. Некоторые создают группу объектов и сразу связывают их параметры. Я воспользуюсь такой вот настроечкой, как Skylight. Щелкну по ней и в результате у меня создается освещение. Skylight, смотрите, создает два источника освещения. Sunlight, солнечный свет и Skylight. Sunlight это непосредственно источник, который имитирует солнце. То есть фактически как бы из этой области идут лучи и мы видим определенный результат. А Skylight, так называемый небесный свод, он имитирует небесный купол. Во-первых, он автоматически создает некую карту окружения, которая, видите, сверху соответствует голубому небу, а снизу больше такому уровню земли. Во-вторых, эти два объекта взаимосвязаны, когда они создаются используя вот Shelf и Skylight команду. И поэтому при изменении одного положения, например, солнца, Skylight автоматически будет также менять свои значения. Мы можем корректировать как один, так и второй, если захотим. Вот, например, допустим, сейчас я вот выделил Skylight опцию и здесь у меня... Так, в настройках моего солнца, смотрите, внизу вот есть опция Sun, свиточек Sun, где есть значение вот углов поворота. И в зависимости от того, где располагается мой источник, такой у меня выходит результат. Я сейчас моё солнце переверну в противоположную сторону, чтобы оно у меня светило больше в камеру. Ну, не в камеру, вернее, а от камеры, да, чтобы то, что я вижу, было освещено солнцем. Вот, поиграемся немножечко с его положением. Мы сейчас тоже не будем углубляться в освещение. Мы сделали базовую заготовку, не будем даже особо менять настроечки. Прежде чем увидеть, какой у нас будет конечный результат, я рекомендую вам создать необходимые нам настройки рендера. То до этого мы пользовались, скажем так, встроенными пресетами, однако нам сейчас нужна наша настройка. Поэтому мы для этого воспользуемся глобальным контекстом out, в котором как раз и создаются непосредственно операторы визуализации. Как видите, здесь уже есть оператор mantra.ipr, который создан был для нас автоматически, благодаря вот этим функциям preview, которые мы с вами выполняли. Однако мы создадим свой оператор. Нажав клавишу tab, я нажимаю mantra. Это название стандартного встроенного в Houdini визуализатора, очень мощный визуализатор. И именно через него мы будем выполнять, он называется mantra 1, можно назвать его mantra final, чтобы он как-то отличался, мы его не путали. И вот в параметрах доступны его настройки этого визуализатора. Их тоже очень много, по ним отдельно нужно ввести разговор, однако сейчас я обращу внимание на несколько вещей. Первое. На самом верху у него есть опция камера и стоит связь сразу с нашей камерой. Видите, камера 1. Если у нас несколько камер, вы тут должны указать, с какой конкретно камерой этот оператор будет работать. Это можно сделать благодаря вот этой вот опции выбрать из списка нужную вам камеру для визуализации. Момент второй. На закладочке рендеринг очень важно выбрать тип движка для просчета, для визуализации. По умолчанию стоит ray tracing, однако мы с вами в большинстве случаев будем пользоваться физическим рендером, physically based rendering, поэтому я выбираю его в этом списке. Внизу идут его настройки, но мы их пока трогать с вами не будем. Поэтому вот это вот первая задача, которую нам нужно сделать. Теперь, когда мы сделали эту настройку, мы можем переключиться на соответствующую закладочку. Смотрите, здесь же, где мы выбирали редактор анимационных кривых, редактор geometry spreadsheet, редактор сигналов для процедурной анимации, есть закладочка render view, которая дает нам возможность делать визуализацию. Здесь удобно то, что она интерактивна, то есть в процессе изменения параметров она автоматически пересчитывается. Все, что нам нужно в начале, это первое, вот здесь в выпадающем меню, выбрать нужную нам узел для рендеринга, это наш mantra final, который мы выбрали. Rob camera говорит о том, что в этом Rob операторе, render output операторе mantra final, уже прописана камера и нужно взять ту камеру, которая прописана там. Однако, если вы хотите с какой-то специфической камерой сделать рендер, и тут будет их список, вы можете выбрать ее также и здесь. Я же пока менять ничего не буду. Прежде чем мы начнем делать рендер, обращу внимание на еще один момент. Рендер делается в разрешении таком, какое указано в настройках камеры. Если выбрать камеру на общий уровне и перейти на складочку view, вот здесь мы увидим параметр resolution разрешения. 1280 на 720, это половина Full High Definition разрешения. Поэтому тут мы можем задавать, благодаря этому выпадающему меню, нужные вам пресеты или самому произвольно вписывать значения. И тогда рендер, вот сейчас рендер будет выполняться в этом формате. Однако, если вы хотите, вы можете поступить следующим образом. Вы можете в настройках вашего оператора мантры воспользоваться опцией override camera resolution и переписать здесь значение камеры. То есть, по умолчанию она считается оригинальной, однако, если поставить галочку, вы можете просчитать в 2 раза меньше, в 3 раза меньше разрешение от оригинального разрешения камеры и так далее и тому подобное. Но я сейчас этого делать не буду, в принципе, он довольно таки неплохо считает на этом разрешении. Поэтому нажмем render. В программе потребуется какое-то время для того, чтобы подсобрать все данные, подготовить визуализацию. И дальше, в зависимости от количества ядер вашего процессора, реальных или виртуальных, соответственно, вы увидите столько вот таких вот бакетов. Здесь тоже работают средства зуммирования, такие же, какие мы с вами видели, которые мы используем в окне проекции. Для манипуляции геометрии. И вот тут, соответственно, пошел процесс. Наверху у нас пишется время рендеринга, да, в процентах, сколько он успел выполнить. И мы видим с вами какой-то результат. Видите, тут картина немножечко отличается. Когда мы изменили physical based rendering, у нас изменился внешний вид. Поэтому вот здесь, на текущем этапе, я давайте, используя клавишу escape или вот эту красную кнопочку от меню процесс визуализации, и мы немножечко подстроим наш материал после того, как мы уже сделали изменения. В принципе, кстати, мы можем запустить рендеринг. Он может идти, а мы можем автоматически менять материал. Поэтому перехожу на закладочку material. Первый, в операторе ground. Я хочу немножечко меньше сделать дисплейсмент, не дисплейсмент, а bump. Довольно-таки сильный, побитый такой получается бетон. Например, где-то может быть 0.3. Автоматически, видите, рендер перезапускается. Есть несколько удобных свойств. Вы можете левой кнопкой мышки щелкнуть в процессе рендеринга и удерживая левую кнопку мышки, программа будет пересчитывать тот участок, который находится под курсором мыши. Так, есть, bump уменьшился. И второй момент, я немножечко еще свойства отражения, вот это roughness уменьшу, сделаю более размытым, более размытым. То есть, сам параметр увеличивается, но по факту бетон более получается размытым. Есть. Теперь мяч. В мячике сильный вот этот вот блик присутствует, поэтому тоже параметр metallic, наверное, надо будет уменьшить. А также немножечко параметр roughness увеличить, чтобы тоже было более сильное размытие. Вот так, вот таким вот образом этот мяч больше будет соответствовать тому, что нужно нам. Отлично, вот базовая настройка готова. Теперь относительно времени рендеринга. Все зависит от того, как настроен ваш мантра оператор. Сейчас у меня он настроен по умолчанию. И у него есть параметр качества, который вот на закладочке рендеринг находится. Pixel Sampling и чуть-чуть ниже Noise Level. Вот Noise Level отвечает за уровень шума, и в зависимости от того, когда рендер останавливается тогда, когда этот уровень шума достигает его. Соответственно, если его ставить слишком большим, с одной стороны, ну, уровень шума, скажем так, сам шум будет больше, а число как бы становится больше тоже, то программа рендеринг будет выполнять быстрее. Однако конечный результат у нас будет довольно-таки зашумленным. Вы вот эти вот пятна видите, да, такие вот. Вот, поэтому не так давно, буквально вот в 17 версии, разработчики интегрировали функцию denoising, то есть алгоритм, который разработала в данном случае компания NVIDIA, который позволяет этот шум убирать. Но для этого требуется включение специальных функций. В частности, первый раз, когда вы пользуетесь этой функцией, вам нужно ее скачать. Она по умолчанию не подключена в Houdini. Поэтому в меню рендеринг, если хотите, вот смотрите, есть опция такая, download NVIDIA Optics denoiser. Вы нажимаете, надо, чтобы было активное подключение к интернету. Тогда, соответственно, этот denoising, этот алгоритм, да, необходимые функции для работы с ним будут подключены к Houdini. После этого программу Houdini нужно будет перезагрузить, закрыть и открыть заново. И тогда у вас вот здесь вот на панели настроек, вашего render view, появится вот такая вот опция, кругленькая, denoise, функция denoising. И вот теперь смотрите, насколько сейчас вот шумная картинка. Обратите внимание особенно на область теней и на область вот тени на мячике. Потому что на бетоне это не так сильно заметно, и также на ярко освещенных участках. А вот в тени заметно сильно. Noise Level стоит 0.1. Сейчас я включаю эту функцию denoising. У меня запускается рендеринг. Noise Level тоже маленький стоит. Однако, обратите внимание, программа, просчитав какое-то время, какое-то количество сэмплов использовав, включает этот алгоритм denoising. И в результате, соответственно, мы можем получать очень интересный результат. Эта опция хорошо работает, в принципе, как для превью. Также, в принципе, и можно пользоваться и для финального результата. Единственное, на превью иногда у вас могут стираться детали, потому что чем меньше данных для выполнения denoising, тем, соответственно, как бы более размытым будет результат. Однако, по мере того, как процесс рендеринга проходит дальше, у этого алгоритма denoising появляется больше данных для просчета, и он, соответственно, будет проявлять ваши детали. Таким образом, рендеринг может очень быстро ускориться. Здесь, с правой стороны, есть тестовая информация относительно того, сколько времени elapsed, сколько времени прошло, estimation time, сколько времени ему кажется необходимо для того, чтобы выполнить просчет. Здесь же пишется разрешение финальной картинки, которую вы получаете. И вот, соответственно, результат. Обратите внимание сейчас на область тени и на область тени на земле и тени на мече. Никакого шума, благодаря включению вот этой опции denoising. Однако, эта опция, она работает только вот здесь, в этом буфере кадра. Она не работает по умолчанию, включение ее только здесь, не работает для сохранения картинки, используя эту функцию. Для этого нужно кое-какие другие вещи делать. Но об этом мы тоже сегодня скажем. Итак, вот у нас есть результат. Последнее, что нам осталось сделать, это использовать функцию размытия движения. Наш мяч находится в движении, и поэтому хотелось бы, чтобы он при этом движении был размыт, то есть, как, в принципе, и в жизни бывает, да, при создании фотосъемки, например, объект немножечко размывается. Сейчас этого не происходит. Поэтому давайте сейчас это сделаем. Мы в настройках нашего объекта на общий уровне, в настройках нашего мячика, на закладочке... Так, дайте мне вспомнить, на какой у нас закладочке. По идее, на закладочке миск, да? Или все-таки на закладочке рендеринг. Да, вот оно. На закладочке рендеринг, смотрите, закладка сэмплинг, и вот тут есть Geometry Velocity Blur. Стоит опция по умолчанию No Velocity Blur. Мы, соответственно, можем включить, потому что этот объект у нас движется, он динамичен, и поэтому у него есть ускорение Velocity. И поэтому, когда мы включаем эту опцию, размытие будет более точным. Но это всего лишь говорит о том, что для этого мяча, это движущийся объект, для него нужно использовать размытие. Само же размытие включается непосредственно в операторе визуализации, в нашей мантре, которую мы включили. На закладочке рендеринг, там же, где мы выбираем тип нашего рендеринга, есть опция, смотрите, Hello Motion Blur. Включив ее, как раз и запускается процедура размытия. И движущиеся объекты будут размыты. А если вы, как и мы только что с вами, включили дополнительную еще функцию размытия движущегося объекта, то, соответственно, ваше размытие будет более реалистично. Вот сейчас видно, что контуры мяча не четкие, они, соответственно, размыты, благодаря тому, что... вернее, из-за того, что мяч у нас движется. Это момент первый. И момент второй. Мы с вами используем Depth of Field. Функцию, которая создает эффект размытия у камеры. Но для того, чтобы... Сейчас остановим наш рендер. Понять, где именно у нас будет точка фокуса, мы давайте выделим с вами камеру. Нажмем Enter. И вот эта вот точка, куда камера смотрит, вот где сейчас стоит мяч, это область фокуса. То есть она будет как раз в фокусе. Ну, давайте я ее немножечко придвину чуть-чуть ближе. Конец анимации у нас вот здесь. Поэтому область фокуса у нас будет где-то, наверное, вот тут. Отлично. И последнее, что нам нужно сделать в самой нашей камере, на закладке Sampling, у нас как раз и есть опции, которые помогают нам это размытие настроить. Давайте переключимся на Render View. Запустим еще раз процедуру рендеринга. Фокус Distance у нас установлен. Мы его в окне проекции перестроили. А непосредственно, чтобы увидеть степень размытия и силу размытия, мы должны воспользоваться вот этим параметром F-Stop. Если мы с вами будем его уменьшать, обратить внимание на фон, то объекты, которые у нас находятся не в фокусе, они будут размыты. Смотрите, насколько сейчас размыта задняя часть и насколько проявляются детали ближе сюда к началу мяча. Отлично. Вот таким вот образом мы с вами создали эффект глубины резкости, эффект размытия в движении. Мы настроили освещение, мы настроили материалы. Теперь все практически у нас готово к тому, чтобы выполнить финальный рендеринг. Однако, как я говорил, нам нужно сделать несколько изменений, для того, чтобы эта функция деноизинга, она у нас использовалась и при сохранении конечного результата. Перейдем на закладочку Out, выделим нашу финальную мантру ноду. И здесь нам нужна с вами закладочка Images, потому что на ней первое, в категории Output, следующая закладка Pixel Filter. С Pixel Filter Gauzing мы должны поменять, смотрите, в этом списке внизу есть NVIDIA Optics Denoiser. Когда вы выбираете, здесь прописываются команды, которые как раз и будут использоваться при сохранении данных, при сохранении картинки, чтобы вот эта функция деноизинга использовалась у нас. И момент второй, в категории Output Picture мы должны указать путь и формат картинки, куда мы будем сохранять результат. По умолчанию результат у нас сохраняется в папку нашего проекта, в папочку Render. Тут вы можете задать имя, формат, у меня оно уже прописано. Единственное, что вы можете какие угодно делать изменения, я обращу внимание только на несколько вещей. У меня, например, уже есть картинки, которые я заранее сохранял, я могу выбрать этот же путь. Единственное, обращу ваше внимание только вот на какую вещь. Для того, чтобы у нас сохранялась последовательность кадров, для того, чтобы у нас сохранялась последовательность кадров, нам важно сделать вот такую вот запись. имя может быть каким угодно. Главное, чтобы среди имени и присутствовал какой-то еще разделитель, или точка, или, например, там черточка, неважно, присутствовал такой символ $F4. Он говорит, вообще переменная, мы уже сталкивались с переменами. Помните, PR была у нас переменная, $PR, которую мы использовали для сохранения информации о номере полигона. $F это тоже переменная. Эта переменная означает текущий кадр. То есть для первого кадра у нас к имени файла будет приписочка 1, ко второму, при рендеринге второго кадра 2, при третьем 3, таким образом будет сохраняться секвенция, то есть последовательность картинок. В нашем случае в формате PNG. Цифра 4 после F говорит о том, что должно быть 4 знака. То есть будет для первого кадра 0, 0, 0, 1, для второго кадра 0, 0, 2, индекс для третьего 0, 0, 3, для четвертого 0, 0, 4 и так далее. Я могу вам продемонстрировать, как это будет выглядеть. У меня уже просчитан результат, если я к папке render вернусь. Вот, ball-final-hd-720, а дальше у меня стоит точка его 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 и так далее. Если этого не сделать, то у вас одна картинка перезапишется последующей. То есть сохранится первый кадр, он сохранится с правильным именем. Вторая картинка перезапишет первый, третья перезапишет второй. В конце у вас будет одна всего лишь картинка с таким именем, но в ней будет записан результат последнего просчета, то есть 150 кадра. Поэтому вот это вот обозначение $F4 обязательное обозначение. Теперь, когда мы это все сделали, мы сможем с вами запустить рендеринг. Если мы сделали все настройки и уверены в результате, мы можем запустить render to disk in background. В этом случае начнется просчет в качестве фонового режима. У нас откроется менеджер, в котором мы можем с вами выбрать результат работы, увидеть, как наша секвенция считается. Или же мы можем нажать render to disk, тогда вообще мы не увидим никакой репрезентации, но просто будет идти просчет рендера. И внизу в строке состояния будет писаться прогресс, сколько он просчитал, сколько закончил. И render to mplayer, в этом случае у нас откроется окошечко mplayer, и мы будем видеть, как каждый кадр просчитывается, а после этого сохраняется на жесткий диск. Но в этом случае время рендера немножечко увеличится. Я лично обычно использую render to disk in background. В этом случае я могу продолжать работать с Houdini, параллельно идет процессор рендеринга. Но, как вы понимаете, он требует времени, поэтому, соответственно, очень важно, скажем так, ваш процессор больше тяжелыми задачами не грузить. Последняя вещь, но тем не менее важная, это выбор диапазона. По умолчанию у нас стоит только опция, вот здесь вот в выпадающем меню render current frame, то есть просчитается только текущий кадр, тот, на котором стоит бегунок, в нашем случае 150. Если мы хотим прочитать анимацию, нам нужно изменить параметр на render frame range. В этом случае у нас открываются опции начала и конца диапазона, где, кстати, тоже прописаны переменные. fStart соответствует началу диапазона и fEnd соответствует концу диапазона. То есть эти переменные автоматически заменяются единицей 150 в нашем случае. И циферка 1 говорит, что будет читаться каждый кадр. Вот теперь мы готовы с вами к рендеру. Можем нажать любую из кнопок render to disk, render to player, render to disk and background. И в зависимости от результата у нас начнется процесс рендеринга, который в результате приведет к тому, что у вас на жестком диске будет набор вот таких вот картинок. Каждая из которых соответствует определенному кадру вашей анимации. Я сейчас в плеере открыл, в плеере просмотра картинок и просто клавишей в бок пролистываю эту мою анимацию. Я рекомендую вам всегда делать просчет в финальный файл, в наборы картинок, не в финальный файл. Ну, вообще, кстати, вопрос, я пока не сталкивался с тем, как-то может ли Гудини считать в финальный файл делать компрессию. Ну, вообще, в принципе, это смертеподобное действие, потому что в случае какого-либо вылета вы теряете всю работу и весь файл является запротаченным, вы ничего с ним не можете сделать. А в случае вылета просчета одной картинки вы теряете просто текущую картинку и все, все остальные уже сохранены. А потом эти картинки, как секвенцию, можно собрать в видеофайл любыми способами. Итак, вы сейчас можете запустить процесс рендеринга, мы с вами перейдем к следующему этапу, мы можем просмотреть финальную анимацию. В состав Гудини идет программа, которая называется Image Viewer. Эта программа предназначена для просмотра изображений разных форматов, в том числе и просмотра секвенции. Поэтому я, например, после того, как эту программу запустил, сразу могу указать путь к моей секвенции. Для этого я захожу в нашу папочку, папочка Гудини, наши уроки, папочка Render. Прошу прощения, горло начинает сбоить. И тут видна моя секвенция. Вот она. С 1 по 150. Здесь сразу программа прописывает с 1 по 150 кадр. Каждый кадр. Мы нажимаем опцию Load. И M Player начинает загружать эти картинки. Когда они загрузились, вы точно так же, установив здесь частоту кадра, в нашем случае 30 кадров, включив опцию Real Time Playback, вы можете запустить анимацию на проигрывание. Она начинает эти картинки проигрывать. В начале этот процесс происходит медленно, потому что она использует вашу оперативную память компьютера, загружая туда эти данные. Поэтому стоит ей первый раз медленно просчитать. В дальнейшем все следующие проигрывания будут уже происходить в быстром режиме. Чем больше, соответственно, картинка, тем дольше будет процесс загрузки. Ну и чем длиннее ваша секвенция. Однако в конечном счете вы можете посмотреть, как выглядит ваша анимация. Все ли в ней в порядке. И действительно все ли выглядит так, как нужно, если нет, внести правки, пересчитать. Ну и как вы понимаете, вся прелесть этого процесса в том, что если нам теперь нужно сделать анимацию другого мяча, все что нам нужно, это вернуться и пересчитать нашу геометрию. Изменить форму геометрии, как мы это делали с вами в одном из предыдущих уроков. И заново пересчитать картинки. Все остальное пересчитается автоматически. То есть вот в этом плане структура Гудини очень удобно и очень полезно. Вернее даже не структура Гудини, а принцип работы в программе. Принцип работы в Гудини очень интересен. Итак, вот мы получили с вами конечный результат. У нас досчиталась наша секвенция практически до конца. И сейчас она у нас будет проигрываться в реальном режиме времени. Как вы видите, здесь тоже видно размытый задний фон, размытый мяч при движении. Вот теперь она проигрывается уже в реальном времени. Отлично! У нас теперь с вами есть возможность эту секвенцию дополнительно обработать, если мы с вами хотим. Для этого нам понадобится опция, закладочка здесь вот Composite View. Это область для композитинга. И программа нас сразу, обратите внимание, перебрасывает на Image Context. Это контекст для композитинга. Composition Network. И тут мы как раз уже можем выполнять нашу работу. Первым делом нам нужно создать этот Image Network. Контейнер, внутри которого и будет выполняться вся манипуляция. Мы создаем Image Container. А зайдя в него, здесь уже можем загрузить нашу секвенцию через оператор файл. По умолчанию загружается картинка. По дефолту прописан к ней путь. Стандартная картинка Гудини с бабочкой. Однако, выделив этот оператор, мы можем с вами щелкнуть здесь вот по кнопке выбора изображений и выбрать нашу... Вот, можем выбрать нашу секвенцию. Так, так, так. Вот это она у нас... Ага, я считал вот в папочку, кстати, Final. Нет, не в Final. Вот это, по идее, да. Вот, наша секвенция загружается. Если теперь мы с вами проигрываем анимацию в Гудини, то мы видим, что он загружает те или иные кадры нашей анимации. И здесь у нас также есть наборы операторов по клавише Tab. Например, вот Color оператора корректировки. Мы можем взять и увеличить, допустим, контрастность, найдя здесь оператор Contrast. Подключив его на вход. И не забывайте ставить флаг видимости на нужный вам оператор. У нас есть бегунки работы. Мы можем сделать более контрастную нашу картинку. Вот так. Или, допустим, здесь же в категории Color воспользоваться оператором Curves. Color Curves. В этом случае у нас есть доступ к редактированию кривых. Кнопочка Edit Color Curves. Это окошко открывается. У нас есть кривая, щелкнув по ней два раза. В нужных частях мы можем создать необходимые нам точки. И тут тоже внести корректировки, изменить анимационную кривую. Таким вот образом. То есть, то, что делают многие программы для композитинга. Color Correct, например. Ставим на нее видимость. И вот, допустим, тоже мы можем в область теней внести больше синевы, например. А в область ярких участков. Сделать их, например, более желтыми. Вот. Таким образом мы с вами обрабатываем всю секвенцию. Видите? То есть, ко всей секвенции применяется этот результат работы. И дальше, если мы хотим, нам нужно сохранить результат. Для этого у нас есть такой вот оператор File Output. Rob File Output. Который позволяет сохранить конечный результат. Потому что сейчас эта секвенция обрабатывается, но не сохраняется. И в настройках этого оператора мы точно также должны указать диапазон с 1 по 150 кадр. Внизу Output Picture точно также в таком же формате, как мы задавали. Мы должны указать новое место для сохранения картинок. Не забываем про вот этот символ $F4. Новый формат. Например, в данном случае JPEG это может быть. И тут мы с вами сохраняем картинку в нужном формате. Дальше снова вот у нас есть кнопочка Render, которая запустит процесс рендеринга и сохранит финальный результат. Вот здесь у меня в папочке Render сохранена финальная секвенция, которая получилась после оператора Mantra. А в папочке Final сохранена уже секвенция после корректировки. Дальше любым из способов, который вам удобен, вы можете собрать эту секвенцию в видеофайл. Если захотите, посмотрите в интернет, напишите из секвенции получить mp4 файл. И в результате, соответственно, мы можем с вами получить видеофайл, который будет являться репрезентацией конечной работы над этим проектом. Вот таким вот образом. Ну что ж, друзья мои, теперь я официально могу вас поздравить с окончанием первого вашего проекта в Гудине. Очень надеюсь, материал был интересен. Очень надеюсь, что он был вам полезен, чтобы что-то для себя смогли из этого материала вынести. Мы много затронули аспектов бегло, которые пока вам еще могут быть неизвестны. Не переживайте, если все до конца непонятно. В последующих уроках мы более детально будем разбирать эти аспекты и многое станет понятно. Сейчас самое главное, чтобы вы попробовали повторить этот процесс и увидели, что с нуля до конца, используя программу Гудине, вы можете получать конечный результат. А также для себя, возможно, те из вас, кто работал с другими 3D-программами, увидели отличия в процессе моделирования, настроек, анимации, рендеринга, того, как это делается в тех программах, с которыми вы были знакомы, и процесс, который мы можем выполнять в Гудине. Ну что ж, буду ждать ваших отзывов и комментариев. Если будут какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. На этом сделаем остановку. Благодарю вас. В дальнейшем новых уроках уже посмотрим, как они будут по мере доступности или вашей поддержки, или же моего свободного времени будут выходить. Но в любом случае, надеюсь, вам было интересно и полезно. Если есть у вас желание поддержать нашу работу по выпуску дальнейших уроков, пожалуйста, делайте это вашими добровольными пожертвованиями, ссылочка внизу. Ну а пока желаю вам хорошего дня и до связи, и до встречи в следующих уроках. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok